Привет, Егор! Физкульт привет всем! Меня зовут Евгений. Тренируюсь в закрытой группе профессиональных тренировок Егора, основанной по принципу периодизации на всех типах мышечных волокон. Тренируюсь после операции по удалению межпозвонковой грыжи в поясничном отделе позвоночника. Да, к сожалению, мне не повезло. Получил травму поясничного отдела и мне диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника. Дошло до того, что я вообще не смог ходить. Мучили адские боли, онемела нога. И в итоге я даже не мог встать на свои две ноги и стоять в вертикальном положении. Пришлось сесть в инвалидное кресло и поехать по врачам. Но, к сожалению, так мне из них никто и не помог. Пришлось лечь под нож хирурга и сделать операцию. Пройдя через операцию, я смог встать на свои ноги, но оставалась слабость в ноге. Боли по ночам, когда понервничаю и онемение в стопе у меня осталось. Ну и врачи, естественно, запретили поднимать какие-либо тяжести. Да и вообще о тренировках в тренажерном зале и не могло быть и речи. Но, к счастью, я наткнулся в интернете на Егора и с помощью его статей и видео смог не только избавиться от боли и онемения, но и вернулся к нормальной жизнедеятельности. Вернулся и стал тренироваться в тренажерном зале. И даже выполняю такое базовое упражнение, как приседания со штангой на плечах. В этом видео я хочу с вами поделиться о том, чего мне удалось достигнуть после операции. И коротко расскажу о тренинге в закрытой группе. После разминки на эллипсе начинаем тренировку с различных видов экстензии спины. Экстензии важны и необходимы как для профилактики, так и для лечения позвоночника, для его здорового функционирования. В тяжелых экстензиях я дошел до 105 кг на 10 повторений. Всегда делаю тяжелые экстензии перед приседаниями. После операции в поясничном отделе позвоночника в приседаниях я дошел до 100 кг на 10 раз. Сейчас сделаю тяжелые экстензии и пойду приседать. Поначалу я вообще боялся даже сгибаться вперед после операции. И решил обратиться в центр реабилитации, где начал потихонечку восстанавливать себя. Инструктора запрещали делать мне данное упражнение, говоря, что это только навредит поясничному отделу. Но я воспользовался советом Егора и на свой страх и риск начал делать потихонечку. Сначала без веса в укороченной амплитуде экстензии, потом в полной амплитуде без веса. Затем взял 5 кг, через пару недель взял 10 кг, затем 15 кг и так потихонечку по 5 кг я увеличивал вес. И где-то месяцев за 10 я дошел до 105 кг, за что очень благодарен Егору, большое ему спасибо за совет, за статьи, за видео и за весь огромный позитив, который он несет в массы. 90 кг на 10 повторений делаю. И следующий подход заключительный 105 кг на 10 раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаю специальную разминку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С пустым грифом на 10 повторений. Затем возьму 50% от рабочего веса на 5 раз. Затем сделаю 75% на 5 раз. И далее 90% на 2 повторения. и потом сделаю рабочий подход в данном случае 100 процентов это 100 килограмм на 10 раз приседания это лучше упражнения всех времен и народов подходит как для набора мышечной массы так и для снижения веса также несет оздоравливающее воздействие на организм потому что мышцы сокращаются подобно насосу и помогают сердцу перекачивать кровь по всему организму меня приседания еще избавили после операции от онемения и боли в ноге также она полезна для мужского здоровья с какой стороны не посмотреть одни только плюсы после операции врачи вообще мне не дали никакой гарантии сказали что скорее всего через год-два мне нужно будет менять диск на искусственный имплант но слава богу я принялся за свое здоровье и с помощью советов егора с помощью статей и видео смог избавиться не только от а не менее и боли в ноге но и вернуться к серьезным тренировкам в тренажерном зале и даже выполняю такое базовое упражнение как приседание со штангой на плечах с весом 100 килограмм вот вам и живая практика против мертвой теории врачей и на примере приседаний и тяжелых экстензий это еще раз показывает то что врачи по большей части теоретики и ничего к сожалению в этом не смыслят а и Решил вернуться, снять блин, показать, что он весит 20 килограмм. Может быть, для тех, кто не поверил, надеюсь, всем видно. 4 блина по 20 килограмм, это 80 килограмм и стандартный гриф 20 килограмм. Ну а теперь немного расскажу о тренировках в закрытой группе Егора. Это должен знать, осознавать и применять каждый тренирующийся натурально для реального прогресса. Тренировки для определенных достижений требуют различных режимов. Тренинг на массу быстрых мышечных волокон предполагает тренировки, после которых вы будете отдыхать день-два, а иногда и три. От 8 до 12 повторений, не до отказа. Два-три рабочих подхода в упражнении максимум. Три упражнения на крупную группу мышц и два на мелкую. Отдыхать между подходами от минуты до полторы. Амплитуда движения неполная. Вес не выжимаем полностью и не опускаем в самую нижнюю точку сантиметра на два. Негативная фаза средняя, замедленная. Позитивная, взрывная, быстрая. Тренинг на массу медленных мышечных волокон. Тот, который вы видите сейчас, я выполняю на экране. Предполагает тренировки, хоть каждый день, от трех до девяти подходов с 30 секундами работы и 30 секундами отдыха между ними. Тренировки мышц антагонистов при таком подходе возможно друг за другом. При тренинге одной мышечной группы между такими сериями нужно отдыхать 10 минут. Амплитуда движения укороченная. Негативная фаза медленная, как и позитивная. Две-три серии на крупные группы мышц и по одной-две на мелкие. Тренинг на медленные мышечные волокна – самый тяжелый вид тренинга. Приходится бороться не с весом, а с нереальным жжением в мышцах, преодолевая самого себя. Отдыхаю 30 секунд, смотрю на время. и еще один подходик делаю. Мышцы горят огнем. Закончил подход. И то же самое на партии Скотта. Подъемы штанги на бицепсе. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. В каждом подходе доводя мышцы до сжения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий вид тренинга на массу промежуточных мышечных волокон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предполагают тренировки, после которых вы будете отдыхать день-два, а иногда и три. До трех подводящих подходов в упражнении. По 10-12 повторений. Плюс один сет на 12-15 повторений до мышечного отказа. Затем сброс веса 15-20 процентов. И немедленное выполнение еще 6-8 повторений до отказа. Отдых между подводящими подходами от минуты до полторы. Между упражнениями до двух минут. Два упражнения на крупную группу мышц. И по одному на мелкую. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средняя. Позитивная взрывная. Быстрая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение. Отжимания от брусьев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также на массу промежуточных мышечных волокон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделал 15 раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сбрасываю вес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И немедленное повторение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще 8 раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной сброс веса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1. До отказа. 2. До скорых встреч. 3. Тренировка, когда вы работаете с околопредельными весами, на 2-5 повторений, не до мышечного отказа. Плюс одно повторение всегда в запасе. 4. От одного до двух упражнений на крупную мышечную группу и по одному на малую. 5. Отдых между подходами от 2 минут до 10. По 3-5 рабочих подходов в упражнении. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средняя. Позитивная взрывная. Быстрая. 5. Тяга горизонтального блока сидя. Обратите внимание, как нужно подходить и садиться, а также брать вес. 6. Ни в коем случае не садимся и не тянем вес спиной. И не отклоняемся сильно назад. Это будет вредить поясничному отделу позвоночника. Жим лежа со штангой. 100 кг на 5 повторений. И заканчиваем всегда любую тренировку гиперэкстензией. Это упражнение и этот тренажер заслуживают отдельного внимания. После тренировки необходимо сделать гиперэкстензии, что снимает нагрузку с позвонков. Ведь это единственное декомпрессионное движение для поясничного отдела позвоночника. При этом еще и нагружающие необходимые глубокие мышцы, которые другими движениями просто не достать. Если у вас какие-либо проблемы с поясничным отделом позвоночника, грыжи или протрузии, или просто болит спина, это упражнение номер один для вас. Большое спасибо Егору за пропаганду данного упражнения и данного тренажера. Только благодаря гиперэкстензии я и приседаю, и поднимаю нормальные веса, да и вообще живу без ограничений. И спина меня не беспокоит. Если у вас нет станка для гиперэкстензий, не расстраивайтесь и находите возможность делать данное движение. К примеру, развернувшись в станке для экстензий, или на гимнастическом козле, или даже на фитболе. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, находит оправдание. Этот тренажер я купил сам на свои деньги и установил в тренажерный зал. К сожалению, в современных фитнес-центрах проблемы с данным оборудованием, их практически нигде нет, поэтому купил и установил сам. Так что обязательно делайте гиперэкстензию. Любыми путями ищите тренажер, покупайте и работайте. Если есть какие-то проблемы со спиной, он поможет для излечения. Если нет никаких проблем, то их никогда не будет. Как известно, лучшее лечение – это профилактика. И также в конце тренировки, в качестве заминки, делаем специальную декомпрессионную гимнастику. Упражнение, которое взято из йоги. Это шикарная возможность избавиться от боли в спине. Если у вас есть какие-то проблемы с поясничным отделом, она поможет для излечения. Если нет никаких проблем, то их и не будет. В идеале, эту гимнастику нужно делать еще утром после пробуждения и вечером перед сном. Ваша спина вам скажет спасибо. Еще раз хочу выразить благодарность Егору. Спасибо ему большое за труды, за позитив, который он несет в массы. Я ему очень признателен и благодарен. Подписывайтесь на канал Heavy Metal Gym. Вступайте в закрытую группу Егора. Покупайте книги Егора из серии FAK Fitness. Читайте, изучайте информацию. И обязательно тренируйтесь. И будет вам счастье и здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Егор. Спасибо всем, что смотрели. Всем здоровья и позитива. И силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok